Здравствуйте! Меня зовут Сергей Бутов. Я студент 2-го курса Московской государственной юридической академии имени Олега Емельяновича Кутафина. В компанию Люксинтерком поступил следующий вопрос. Цитирую. У нас сменился юридический адрес и КПП – код причины постановки на налоговый учет. Нужно ли при этом переподписывать генеральные доверенности, датированные более ранней датой, чем смена адреса и КПП, с учетом того, что адрес и КПП в этих доверенностях фигурируют? Для того, чтобы решить этот вопрос, нам понадобится такой источник права, как Гражданский кодекс Российской Федерации. В частности, перечень случаев, являющихся основанием для прекращения доверенности, указан в статье 188 Гражданского кодекса Российской Федерации. В этом перечне перечислено 7 оснований, а сам перечень является закрытым. Что это значит? Это значит, что только те основания, которые перечислены в статье 188, могут прекратить действие доверенности. Поскольку в этом перечне такого основания для прекращения доверенности, как смена адреса юридического лица или смена иных реквизитов, не предусмотрено, то доверенности, выданные до смены адреса юридического лица, продолжают действовать. Как правило, на практике всем контрагентам и рабочим контактам юридического лица делается рассылка уведомительного характера, в которой указывается о смене юридического адреса и иных реквизитов. Спасибо за внимание. В случае возникновения вопросов обращайтесь.